Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко и Евгений Киселёв. И это означает, что вы смотрите наш итоговый выпуск, который посвящен самым важным, самым нашумевшим событиям минувшей недели. Их было очень много. Во-первых, исторический обмен между Россией и Западом, отправка Украине первой пилотной партии F-16. Это ликвидация одного из лидеров, Хамас Хани, и в то же время попытка уничтожения оппозиционера, российского оппозиционера близ Киева, Пономарёва. Огромное количество событий произошло. Произошло и на Олимпиаде, в том числе. Об этом мы сегодня сами и поговорим. Но перед тем, как мы начнём, друзья, я вас, как обычно, традиционно призываю подписываться на все наши YouTube-площадки, и на YouTube-канал Евгения Киселёва, на два YouTube-канала Дмитрия Гордона, старайтесь как можно больше лайков и комментариев. Уже под этой нашей беседой не забывайте, пожалуйста. Да уж, пожалуйста. Не обойдите нас лайками, комментариями и подпиской не обойдите. Знаете, если окажется, что вы на наш канал не подписаны, ой-ой-ой, пожалеете об этом. Я, кстати, знаю, знаете, Евгений Алексеевич, по поводу пожалеть. Вот в прошлый раз наше видео набрало, наш последний выпуск набрал миллион двести у нас на YouTube-каналах. И огромное количество людей просто спорили по поводу того, что нужно сбривать бороды или не нужно сбривать бороды правоохранительным органам, полицейским на территории Российской Федерации. Подругойтесь на меня. По мотивам этого разговора и последующего бурного обсуждения я решил избавиться от бороды. Шучу. Нет, на самом деле просто я пытался свою бороду, так сказать, подправить, подбрить. И рука дрогнула, и после этого пришлось ее сбривать целиком. Так бывает. Любой мужчина, который когда-нибудь имел дело с бородой, не даст соврать. Ращу обратно. Ращу обратно. Друзья, лайк поставьте за это, пожалуйста, Евгению Алексеевичу. Его бороде, которая ушла, его бороде, которая придет. Евгений Алексеевич, пока мы с вами разговариваем, да, такое страшное событие происходит в России, в Бурятии. Самоуничтожилась очередная дамба в России, одна из самых крупных. Это третья дамба, которая вот так легла, да, уснула, что называется, за последние 10 дней. Нет у вас такого ощущения, что Россию вскоре накроет самая такая огромная, самая большая техногенная катастрофа? Потому что это же идет каким-то снежным комом. Одно за одним, одно за одним. Ну, послушайте, я вам так скажу. Я много раз уже говорил, ссылаясь, кстати, на замечательную публикацию Михаила Ходорковского, которую он сделал году в 2000-м, наверное, когда он еще не занимался вообще никакой политикой и не стал еще даже хотя бы наполовину похожим на настоящего оппозиционера. Но человек, он весьма образованный, начитанный и серьезный. И он тогда написал, что главная проблема грядущих десятилетий в России – это износ основных фондов, износ объектов инфраструктуры, таких вот в том числе, как системы отопления, канализации, трубопроводы, дамбы, линии электропередач и прочее, прочее, прочее. И на самом деле он оказался в каком-то смысле правительски прав, потому что сколько с тех пор произошло техногенных катастроф. А что выходить? Извините, деньги направо и налево чиновники и руководители государственных разных предприятий коммуниздят, как говорится, там, понимаете, что я имею в виду. Война идет? Да, сейчас еще война идет. В начале века деньги шли на Чеченскую Вторую войну, теперь значительно, в разы в больших количествах, деньги тратятся на войну против Украины. Коррупция приобрела какие-то невероятные масштабы, потому что в начале века, в начале нулевых, еще робко, стеснительно, самые состоятельные бизнесмены, самые влиятельные государственные чиновники, которые еще при этом свое богатство могли оправдать тем, потому что там у кого-то жена успешный бизнесмен, как у Лужкова, допустим, да, у кого-то там сын успешный бизнесмен, кто-то до прихода на государственную службу где-то в частном секторе работал и неплохо зарабатывал, да, вот. А потом, слушайте, народ пошел в разнос, вот этот вот чиновный, боярский люд при Путине, пошел в разнос, стали строить, не просто там загородные дома, дворцы, приватизировать огромные подмосковные территории под эти самые роскошные, безвкусные виллы. И дальше это все приобрело какие-то вселенские масштабы, яхты, замки где-то на побережье Средиземного моря или на каких-то там Средиземноморских островах, на Сардинию все устремились. Я помню, это было очень смешно. Я тогда еще работал в России, и я был главным редактором одного СМИ, и вдруг мне приходит приглашение. Приглашают там на какую-то тусовку. И, собственно говоря, ни адреса, ничего, вот просто сказано такого-то числа быть на Сардинии в таком-то городе. Я, значит, звоню по приложенному номеру и спрашиваю, а простите, пожалуйста, вот я получил приглашение, а поконкретнее нельзя, там адрес или там гостиница, где нужно будет остановиться. А мне там такая девица говорит, Евгений, а вы что, разве не на яхте приплывете? Ну вот поэтому и дамка рушит. У нас все гости приплывают на яхтах, и у нас достаточно, так сказать, стоянок в порту вот этого города, не помню, как он называется. Я просто, знаете, в осадок выпал. Ого, какие нравы нынче пошли. Пора куда-то валить, что называется, что я и проделал достаточно быстро, когда появилась возможность работать в нормальных медийных условиях, относительно свободных в Украине, вот где я оказался с 2008 года. Но это дела давно минувших дней, а так, вы знаете, я скажу, что прорывы дамб, прорывы трубопроводов, канализации, системы отопления, отказ работы каких-то систем жизненного обеспечения, это результат того, что деньги не туда идут, не туда тратятся. Я небольшой специалист в области инфраструктурной экономики, но это невооруженным глазом видно. Но при этом, знаете, я сделаю одну оговорку. Давайте только что, называется, не раскатывать губы, не рассчитывать на то, что вот сейчас все-все-все-все начнет валиться. Евгений Алексеевич, произошел исторический обмен между Россией и между Западом, несколькими западными странами. Это, с одной стороны, Россия и Беларусь, с другой стороны, Штаты, Германия, Словения, по-моему, Польша, Норвегия. Получила Россия 8 человек, в большинстве своем это киллеры, это убийцы, это агенты-нелегалы. С другой стороны, Россия отдала же в большинстве своем снова-таки политзаключенных. На свободе оказались Эван Гершкович, американский журналист The Wall Street Journal, оказался Орлов, один из сооснователей мариала, Владимир Карамбруза, Илья Яшин, Саша Скочеленко, огромное количество людей, которых Путин томил денно и ночно в застенках. У вас нет такого ощущения, что невзирая на этот обмен, один из самых крупных с момента окончания Холодной войны, нет у вас такого ощущения, что Путин победил, что Путин получил всех, кого он хотел, а, и, б, он просто сделал новую тактику, оформил новую тактику для себя. Я буду похищать как можно больше людей, американских граждан, британских граждан, немецких граждан, французских граждан, а потом их буду обменивать уже на какие-то бонусы, выдвигать новые условия и так далее. Нет у вас такого ощущения? Нет, вы знаете, у меня такого ощущения нет. У меня ощущение вот какое. У меня ощущение, что Путину почему-то позарез нужно было освободить именно вот этого вот Вадима Красикова. Уж что его связывает с Красиком, я право не знаю, теряюсь в догадках. Но вот издание Бильд говорит, что убийство Собчака связывает Владимира Путина и Красиком. Вы знаете, вот я вчера или позавчера, извините, уже как бы последние дни так спрессовались, что... Нет, конечно, вчера вот было опубликовано мое интервью с моим коллегой, питерским журналистом в прошлом, который тоже сейчас в добровольной эмиграции, живет, Кириллом Набутовым. Замечательный журналист, что называется, человек-оркестр, который был прекрасным телеведущим, причем в разных жанрах. И информационных, и развлекательных. И снимал блестящие совершенно документальные фильмы. И был великолепным спортивным комментатором. Да, и что Кирилл Викторович говорит? И вот Кирилл Викторович говорит, что, вы знаете, я в это не очень верю, потому что я своими глазами видел, как был потрясен смертью Собчака Путин тогда вот зимой 2000 года. Я не верю, что вот это было актерство, что он мог такую скорбь нарисовать на лице специально, что он реально был потрясен. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Но, вы знаете, ведь бывает и так, что если Собчак умер не своей смертью, а исключать этого совершенно невозможно, и я знаю, что одно время его жена, точнее его вдова Людмила Нарусова была в этом настолько уверена, что даже, что называется, говорила об этом вслух в разных компаниях, в кулуарах, и грозилась рассказать об этом в каком-то даже интервью, и, как я понимаю, потом кто-то ей аккуратно, но твердо намекнул, что лучше этого не делать, и как-то вот эта тема была забыта. Но, повторяю, ведь Путин тогда в начале своего пути, вот в момент, когда неожиданно, скоропостижно умер Собчак, он был еще даже не президентом, исполняющим обязанности, вполне вероятно, вокруг него могли быть какие-то люди, которые решили, что нехорошо будет, если вот рядом с президентом нашим будущим будет человек, который будет о нем очень много знать, который будет выглядеть в глазах общественности как его наставник, учитель, ему надо еще и какую-то, наверное, должность найти, какой-то статус ему придать. И могли отправить Красикова, да, спецназначенца из отряда в Индеву. Ну, знаете, для этого не нужен был специально Красиков. Знаете, киллеров в то время в России было больше, чем достаточно. И, кстати, Красиков, судя по тому, как он совершил это вот покушение, за которое я сел на пожизненное в Германии в центре Берлина, что называется, средь бела дня, и, в общем, довольно быстро попался, ну, профессиональные убийцы наемные обычно действуют, что называется, поаккуратнее, да, и умеют сделать так, чтобы сразу концы в воду, и трудно их было найти сразу по горячим следам совершенного преступления, а потом, как любой вам специалист в области поимки такого рода преступников скажет, очень трудно потом, если сразу по горячим следам не задержали убийцу, то потом ищи свищи ветра в поле, что называется. Но, понимаете, вот давайте не будем на Красикове так уж зацикливаться, а может быть Путин действительно, как говорят некоторые, хотел просто продемонстрировать вот этому спецслужбистскому сообществу, что мы своих не бросаем, что может быть он вот на этой идее зациклен, показать именно вот этому конкретному сообществу, ребята, имейте в виду, что мы вас всегда выручим. Тогда два вопроса догону. Подождите, я вот одну вещь только хочу сказать. Три важных составляющих, как мне кажется. Во-первых, это важно для мирового общественного мнения. Я понимаю, что Путину на мировое общественное мнение наплевать, но весь мир увидел, что Россия это мафиозная страна, во главе которой стоит человек, который приезжает встречать профессионального киллера, как будто бы он встречает главу государства или правительства. Обратите внимание, красная дорожка, почетный караул, я не знаю, там был ли оркестр или не было, но во всяком случае президент встречает вот этого самого Красиковой и же с ним. И Красиков будет первым, вы заметили, что Красиков вышел первым. Конечно, конечно, он вышел первым, и президент там ему сказал здорово, и обнял и поцеловал в обе щеки, и вы понимаете, ну вот люди, которые знают как устроен московский кремлевский протокол, не дадут мне соврать. Обычно, когда приезжают высокопоставленные государственные деятели с другой страны, его кто-то встречает рангом пониже, даже если это президент предположим, какого-то государства. Там, да, есть почетный караул, дорожка, все дела, но Путин его встречает в Кремле, в Георгиевском зале. Это отработанное уже многими десятилетиями схемы, это, кстати, при Ельцине, по-моему, вот такая система была введена, но она была введена, как я полагаю, по образу и подобию некоторых других стран, где тоже считается, не царское это дело, ездить в аэропорт и высокого гостя встречать прямо там. И плюс здоровье не позволяло Ельцину это делать. В любом случае, вот это очень важная вещь. Все увидели вот этот зрительный образ мафиозного бандитского режима. Это первое. Второе, мне кажется, важное обстоятельство, почему Путин здесь не выиграл, а скорее проиграл, он сто очков вперед дал демократической партии. Байден в состоянии подавать это как большую победу. Байден и Харрис, а там что-то говорил невнятное про то, что якобы какие-то деньги были заплачены за этот обмен, а расскажите-ка мне, сколько вы денег заплатили за него. Вот я бесплатно кого-то освобождал. Я, честно говоря, что-то не припомню, чтобы какие-то серьезные большие обмены происходили между Россией и Западом, когда у власти находился Дональд Трамп. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я что-то забыл, но не припомню. В любом случае, третье обстоятельство важное. Все-таки на свободу вышли несколько человек с задатками лидеров оппозиции. Ну, не лидеров-лидеров, не главных лидеров, но во всяком случае ряды антипутинского сопротивления, антипутинской эмиграции в некотором смысле укрепились благодаря тому, что вот вышли на свободу Илья Яшин, Алексей Пивоваров, Олег Орлов, Владимир Карамурза. Я понимаю, конечно, что им очень хотелось поскорее выступить перед публикой, и была, на мой взгляд, действительно не самая удачная пресс-конференция, которая вызвала много толков и пересуд, толков и кривотолков, всяких пересуд. Я бы им, конечно, посоветовал так по-стариковски, что называется, сначала вздохнуть, выдохнуть, прийти в себя, поправить немножко свое здоровье, оглядеться и понять, в общем, за то время, пока их не было на свободе, что изменилось в стране, в мире. Евгений Викторович, давайте я тогда у вас прошу по поводу этой пресс-конференции, потому что она вызвала массу негативных эмоций в Украине, у украинского зрителя, который тоже это смотрел, который тоже за этим наблюдал, и непонимание со стороны партнера в Украине. Была пресс-конференция Пивоварова, Яшина и Карамурзы, где прозвучали следующие посылы. Санкции с Россией, с Россия необходимо снимать, в войне виноват исключительно Владимир Путин, а не Российская Федерация. Ну, не совсем так это было сформулировано, я бы сказал чуточку мягче, но в любом случае, понимаете, это нарратив давно ушедших лет. я на самом деле был свидетелем, это был, ну, здесь нет никакой тайны, никакого секрета, я был свидетелем разговора, который состоялся в моем присутствии, я был тоже участником этой конференции в городе Вильнюсе, где как раз обсуждалась тема ответственности за события, которые происходили тогда на востоке Украины, это было уже после 2014 года, не скажу точно, какой был, это было, грубо говоря, между началом необъявленной войны на востоке Украины, на Донбассе, аннексией Крыма и началом полномасштабной агрессии в феврале 2022 года. И в частности вот и Владимир Карамуза там был, и некоторые другие представители российских антипутинских сил, и они вот как раз говорили о том, что давайте не будем смешивать Россию и Путина, русский народ и путинскую клику. И мудрый, старый литовский дипломат Пятрас Вайта Кунас, один из тех, кто когда-то подписал декларацию о восстановлении независимости Литвы, который был министром иностранных дел Литвы, который потом долго работал сначала в Минске, потом в Киеве послом Литовской Республики, которого я чрезвычайно уважаю и ценю, из породы мудрецов, он сказал дорогие друзья, вот вы не горячитесь, вот вы поставьте себя на место людей, которые вот так же собрались бы где-нибудь в 1939 или в 1940 году представители германской оппозиции, противников Гитлера и начали бы говорить о том, что вот мы немцы не виноваты в том, что сейчас происходит в Европе, что сейчас идет захватническая война, которую ведет гитлеровский режим. Я вас уверяю, многие бы вас не поняли. Ну, вы знаете, я вот скажу так, что ну это на мой взгляд я могу здесь ошибаться, я говорю сейчас в данном случае от своего имени, но я считаю, что это неправильный нарратив, давно устаревший нарратив, когда вот продолжают, я бы сказал, упорно настаивать некоторые представители российской оппозиции, что, ну, как это правильнее бы сформулировать, что во всем виноват один Путин. Ну, не совсем, я бы, понимаете, я бы сказал бы как-то помягче, что ли, помягче, что российский народ не несет коллективной ответственности за агрессию против Украины, что российский народ не несет коллективной ответственности за то, что этот режим, путинский режим продолжает 25 лет уже оставаться у власти. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Заметьте, 9 августа на следующей неделе исполняется 25 лет, как Путин стал премьер-министром России. Все понимали, ну, большинство людей понимало, что власть переходит из рук Ельцина в руки его объявленного преемника. Понимаете, я скажу так, что всякий диктаторский режим, всякий авторитарный режим не может не существовать без, не может существовать, не может не опираться на обширную социальную базу поддержки. Если нет социальной базы поддержки у диктатора, диктатор очень быстро теряет власть. Это закон природы, это закон истории, это закон политики. Пока диктатор держит власть прочно в своих руках, пока он окружен претарианской гвардией, войсками, людьми, которые его обслуживают, людьми, которые пропагандируют его замечательные качества, его лидерство, пока толпы людей его приветствуют, пока они ходят на выборы, если диктатор хочет, чтобы все было, что называется, без сучка и без задоринки, чтобы формально он переутверждался как бы всенародным голосованием, вот пока все это присутствует, это значит значительная часть граждан страны оказывает ему поддержку и соответственно здесь возникает тема коллективной ответственности, не коллективной вины, но коллективной ответственности. Евгений Алексеевич, Христо Грозьев выступал на дожде и сказал о том, что Яшина не было в списках ни в немецких, ни в американских, что он появился уже потом, когда его высвобождали. Огромное, кстати, количество, так вдогонку сразу спрашиваю, вот все эти люди, которые выходили из российской тюрьмы, им же предлагали писать там, прошение о помиловании Путину и оказалось, что помиловании не нужно писать, не нужно этого делать. Это, кстати, замечательная тема, спасибо, что вы на это обратили внимание. Смотрите, что касается Ильи Яшина. Да, действительно, я видел это интервью, здесь надо правильно понять, как расставлены акценты, потому что сразу уже появились люди, которые заголосили, о, видите, засланный казачок, освободили его, чтобы внедрить в среду российской оппозиции, российский... разведчик Яшин, там, агент Яшин. Ну, это, понимаете, это такая фигня, вот это такая фигня, что просто приличных слов у меня не хватает для того, чтобы выразить свое к этой глупости отношение. Я Илью знаю очень давно, я понимаю, что он человек по-хорошему амбициозный, чистолюбивый, что у него есть определенные способности, таланты лидерские, может быть, кому-то кажется, что он склонен к, знаете, к позе какой-то, к рисовке, ну, в конце концов, знаете, надо различать между тщеславием и чистолюбием, да, вот, тщеславие плохое качество, а чистолюбие, оно нужно политику. Другое дело, что, да, действительно, мы отлично знаем, что Яшин неоднократно говорил, что он не хочет быть фигурантом какого-либо обмена. И ровно поэтому его соратники, находившиеся на свободе и имевшие то или иное отношение к подготовке этого обмена, а мы всех подробностей еще не знаем, это была сложнейшая, многоуровневая, многоходовая операция, если угодно, и с той, и с другой стороны, и возможно, что мы долго еще все детали не узнаем. Так, в проброс я, например, слышал, что в какой-то момент даже всплыло имя Олдриджа Эймса, что якобы в какой-то момент российская сторона стала прощупывать американцев и европейцев, а не хотят ли они Олдриджа Эймса отдать, но я напомню, кто не знает или кто забыл, Олдридж Эймс это воспоставленный сотрудник ЦРУ, который не просто там работал в ЦРУ, а который просто курировал еще в советские времена. Все, что связано было с работой ЦРУ против СССР, а потом против Российской Федерации, который был в итоге разоблачен и приговорен там, по-моему, к нескольким срокам, даже не к одному, а к нескольким срокам пожизненного заключения, без права на помилование или там на сокращение сроков. При этом он нанес колоссальный ущерб тогда работе сначала советской, потом российской разведке, очень много секретов выдал, в результате чего интересы российских спецслужб Америки пострадали колоссальным образом. Кроме того, он выдал тех людей, которые работали на ЦРУ в Москве, которые были завербованы ЦРУ внутри КГБ. Их практически всех расстреляли. Еще это было в Горбачевские времена. Я в данном случае не даю никаких оценок, потому что кто-то скажет, о, классный парень, да, помог свалить эту самую Советскую империю развалить. Я сейчас эту тему вывожу за скобки. Ну, я абсолютно уверен, что навязали, если угодно, Яшина, заставили включить его сами господа чекисты во главе с Путиным для того, чтобы вот на зло это сделать и чтобы еще его замарать, чтобы в отношении него у кого-то, у людей особо мнительных возникли подозрения, что это вот не просто так, да, вот, не просто так его не было ни в тех, ни в других списках. Это пытались ему нагадить. Кстати, я бы хотел заметить, что, между прочим, тем, кто составляет разного рода проскрипционные, санкционные списки на Западе, неплохо бы подумать, а может быть тоже применять порой такую тактику, да, вот составляет список каких-нибудь негодяев, да, которые стопроцентно заслуживают быть включенными в санкционные списки, а одного кого-нибудь не включить. пусть пусть там в Кремле, в ФСБ и во прочих организациях, спецслужбах и там политических высоких кабинетах думают, а чего это там Иван Иванович Иванов там не оказался в ни в одном санкционном списке, да? Иванов это хорошая фамилия, а что по поводу прошений, скажите мне, пожалуйста, Отдельная история на самом деле она весьма интересная и она в некотором смысле имеет отношение к Украине тоже. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что когда Михаил Ходорковский был арестован, судим, обвинен во всех страшных преступлениях, каких только можно его было обвинить, там дело доходило до смешных каких-то историй, которые журналисты пытались убедительным образом продемонстрировать, типа того, что вся нефть, если ее загрузить в цистерны, якобы украденная Ходорковским у самого себя и залить эту нефть в железнодорожные цистерны, то вот этот состав можно было бы несколько раз обернуть вокруг земного шара. Ну и много там было всяких таких абсолютных идиотизмов, и в конце концов, вот когда Путин ушел в отставку после второго срока, когда вот это произошло так называемая хортировочка, и в его кресло сел Медведев, поначалу говоривший, что свобода это лучше, чем не свобода, и очень многие люди наивно верили в то, что сейчас какая-то там небольшая, но оттепель начинается, и определенная имитация, определенная имитация оттепеля происходила, да, ну, например, Медведев стал давать интервью не только про кремлевским, но и оппозиционным журналистам, тому же дождю, да, не только дождю, скажем там, познеру, телекомпании РЕН-ТВ, которая тогда была скорее оппозиционной, скорее на таких вот, ну, если не оппозиционных, но на достаточно таких критических позициях по отношению к власти находилась и старалась сохранять редакционную независимость, ну, кто-то, разумеется, был и из журналистов государственных телеканалов, но это все выглядело значительно более сбалансировано, и, в общем, было много-много всяких таких больших и маленьких имитаций наступающего периода потепления, которого на самом деле не наступило, и вот как раз очень важный момент был связан именно с историей про помилование, вообще про понятие правовое, про статус вот этого института президентского помилования. Дело в том, что стали раздаваться голоса, ну, послушайте, Дмитрий Анатольевич, ну, из пальца высосанное дело Юкоса, ну, смотрите, уже люди сколько сидят ни за что в тюрьме, вы могли бы в конце концов воспользоваться правом на помилование. На что Медведев ничтоже сумняш сказал, ну, вот вы понимаете, по нашим законам человек должен попросить о помиловании и признаться в том, что он виноват, признать за собой вину и покаяться, и еще администрация трудовой колонии, исправительной трудовой колонии, там, или еще какого-нибудь места, что называется, не столь отдаленного, должна подтвердить, что он встал на путь исправления, что он может вернуться к нормальной жизни, в свободной оказалось, что этого не нужно, что может Путин просто взять и человека выпить. Не просто так, Медведев потребовал тогда, чтобы ему подготовили доклад, чтобы была создана группа авторитетных ученых-правоведов, которые бы проработали этот вопрос и вынесли там некий вердикт. И эти люди, действительно, большая группа уважаемых ученых-юристов, правоведов подготовила меморандум, в котором говорилось Дмитрий Анатольевич. Но дело в том, что на самом деле Конституция России, как и Конституция многих других цивилизованных стран, называет право президентского помилования исключительной прерогативой главы государства. Это имеет даже исторические корни, то есть в свое время государи, князья, цари могли награждать, казнить и миловать. И никаких прошений для этого не нужно было. Это, собственно говоря, было дополнительным свидетельством института высшей власти. и это мы унаследовали с древних времен. Никаких не нужно ни комиссий, ни заявлений, ни покаяний. Вот просто можете пойти и своей властью написать указ милую. Даже это самое можете не мотивировать. Почему? Вот потому, что вы имеете право. Кстати, в Америке ровно так и происходит. Президент имеет право помилования. Точка. Вот выслушал их Дмитрий Анатольевич и как раз тогда вот в этот момент все в нем первый раз и усомнились, потому что Дмитрий Анатольевич сказал не убедили меня. Выслушал я ваш аргумент, но вы меня не убедили. Будем действовать по-старому. И, кстати, Янукович, когда вставал в вопрос о помиловании той же самой Юлии Тимошенко или Юрия Луценко или некоторых других политзапреченных, он в ту же дуду дудел. Кстати, вот эта антиконституционная практика, что нужно писать заявление, помилуйте меня ваше величество, что нужно там еще какие-то документы прилагать, покаяние, что должно состояться. Вот это было ровно под копирку из российского опыта. Мы же просто знаем, что Виктор Федорович и Дмитрий Анатольевич сосали одни и те же конфеты. Ну, это правда. Сосали те же одни и те же конфеты. Но самое интересное, что потом было заведено просто уголовное дело против некоторых из этих. как бы это была чуть ли не преступная организация, которая по сговору пыталась таким образом добиться незаконного освобождения Михаила Ходорковского. И, по-моему, некоторые из этих людей потом вынуждены были просто уехать в эмиграцию, спасая свою жизнь, спасая свою свободу. Вот такая вот история. А сейчас мы убедились, что, смотрите, вот я читал Олега Орлова, да, некоторым вообще не предлагали никакого заявления писать. Олега Орлова, например, там, по его рассказу, опубликованному, по-моему, на Медузе, да, несколько раз вызывали в пресс-хату, что называется, там разные особисты, начальники уговаривали его написать заявление о помиловании. Он отказался и ему сказали, ладно, тогда давай иди дальше, гни. Но гнить он не стал, потому что, видимо, пришел указ, точнее, там, пришла команда сверху, ну, хорошо, значит, не хочет писать, так его выпустим. Друзья, мы сейчас обязательно продолжим, а вы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки, Дмитрий Гордон, гостей у Гордона, YouTube-канала Евгений Киселева, собирайте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой, не забывайте. Евгений Алексеевич, один человек, точнее, даже до этого события исторического Алексея Навального, мы понимаем, почему его Путин убил, нужно было уничтожить Навального, не хотели немцы менять Красикова, там много было составляющих, но мы понимаем, что Путин его ликвидировал специально. И вот, когда происходила вся эта ситуация, когда происходил обмен, вышло интервью Дудя и Артемия Леведева, не специально, Дудь не знал о том, что происходит, но так совпало. И я там наслушался всего и то, что Навальный жил в комфортабельных условиях в тюрьме и о том, что мрази эти мамы детей Беслана и о том, что он хочет, чтобы самолёты аэрофлота летали в Одессу и в Одессе он бы там жрал в ресторане Саввы Липкина то, что он бы хотел, а сам ресторатор уже ему ответил, что он должен пойти и пососать и уколов. Я вчера Дмитрию Быкову сказал, что это проблемы в семье Толстых, это проблемы со спермой, простите меня, в этом каком-то, в этой семье. По-другому я это объяснить не могу, но всё-таки, знаете, кроме шуток, что вы думаете об этой истории, вообще об Артемии Лебеде, об этом интервью у Дудя? Ну, послушайте, вот я вам цитату хочу зачитать. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием редкой личной безнравственности, ничуть не уступавшей после его возвращения в Россию из-за эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения Советскому Кремлю. С редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Недаром сам Молотов сказал на каком-то чрезвычайном Восьмом съезде Советов. Товарищи, передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь он товарищ Толстой, один из самых лучших, из самых популярных писателей земли советской. Это Иван Алексеевич Бунин написал в своей книге Третий Толстой про прадедушку вот этого самого Тема Лебедева. Ну, видимо, это действительно где-то там в генах. И не зашло куда нужно. Потому что, потому что, да, он, безусловно, талантливый негодяй. Такое бывает. Да, он там добился каких-то успехов в области компьютерного дизайна, в области каких-то брендов, которые он разрабатывал. У него был раньше большой и успешный бизнес, но так бывает, что талантливые и успешные люди бывают с законченными негодяями и подлецами. И, вы знаете, вот то, что ему сказал в ответ ресторатор Семен Липкин, вот, я подписываюсь, знаете, под каждым словом, просто под каждым словом. Другое дело, что, знаете, при этом этот самый Тема Лебедев сокрушался, что в Одессе все теперь не так. Ну, вот, я не думаю, что Семен Липкин радуется, например, тому, что взяли и, по сути дела, в командно-административном порядке, не поговорив, не посоветовавшись с одесситами, без ведома избранного мэра, какой бы этот человек там не был, Труханов к нему, там тоже есть претензии, но все-таки за годы войны он проявил себя настоящим украинским патриотом, да, и без ведома государственного, простите, городского совета. Я думаю, что вот сегодняшние одесситы, в том числе знаменитые одесситы, которые по-прежнему живут и здравствуют, вот, не порадовались и не радуются тому, во всяком случае я с некоторыми разговаривал. Неправильное, мне кажется, это решение. Вы имеете ввиду перензавания улиц Жванецкого? Да, и не только, не только, там и Паустовский, и Ильфа Петров, и Бабель, и многие другие, да. колеса там. Мне кажется, что это просто можно было сохранить. Знаете, вот некоторые говорят, некоторые говорят, что вот был, была Одесса Порто-Франко и сплыла, а теперь будет обычным украинским городом. Но, знаете, вот эти люди, наверное, никогда не были в Америке и никогда не были в Нью-Йорке, потому что я вам скажу, вот Нью-Йорк с точки зрения, он в некоторых границах слепок с Одессы. Вот прелесть Нью-Йорка состоит в том, что Нью-Йоркские это американские одесситы в некотором смысле. У них свой говор, у них неподражаемый нью-йоркский акцент, у них особые традиции, там живут особые люди, да, и вот причесать нью-йоркцев под одну гребенку с остальной Америки, это примерно то же самое, что взять и сказать, что вот Одесса это больше не форта Франка, а все будете теперь ходить строем и грузить люминий, как раньше гласил один из старых советских анекдотов. Евгений Алексеевич, раз уж стали говорить об Украине, несколько важных событий произошло, я считаю, что они кардинально меняют ситуацию на фронте и ситуацию в принципе с безопасностью в Украине, но первое, покушение на Илью Пономарёва, российского оппозиционера, который давно живёт под Киевом, который является противником Владимира Путина, открыто об этом говорит, он террорист, экстремист, по-моему. Там все экстремисты, террористы, против всех открыты уголовные дела, против некоторых научных... Почему меня заинтересовало это событие? Дважды летел дрон российский, дважды бил по дому Ильи Пономарёва. Ну, такая израильская тактика и израильских, и американских списков. Мы помним, как был уничтожен недавно лидер Хамаса. Хания мы помним, как недавно... Один день произошло с покушением Ильи Пономарёва. Мы видели, как уничтожали Аль-Багдади тоже точечным ударом, дроновым ударом. Мне кажется, это очень сильно все меняет. Будет ли, на ваш взгляд, такая новая охота, новый вид охоты, дроновая охота со стороны российских спецслужб сейчас, потому что в Украине немалое количество людей, россиян, которые переехали и поддерживают Украину. Слушайте, на всех дронов не хватит, я вам так скажу. Нет, понятное дело, что российские спецслужбы, и, кстати, вот в этом смысле освобождение Красикова это событие знаковое с этой точки зрения, но понятно, что российские спецслужбы рано или поздно начали бы охоту прежде всего там, где это легче всего делать, то есть они стали бы преследовать тех российских оппозиционеров, тех участников антипутинского сопротивления, которые, например, решили участвовать в деятельности таких подразделений, как русский добровольческий корпус, как сибирский батальон, как легион свободы России, есть люди, которые, скажем, другими вещами в Украине занимаются, и, конечно же, они, наверное, нуждаются в дополнительной охране, или, по крайней мере, в том, чтобы более внимательно думать, заботиться о своей личной безопасности. Увы, в наше время от киллеров и от дронов стопроцентной защиты нет, но... Но вот, кстати, появилась защита, это самолет F-16, который... Вот, самолет F-16, это другая история. Мы уже... Давайте я тогда их соединил. Вот, смотрите, с одной стороны, первая партия самолетов F-16 прибыла в Украину. Шесть штук, но мы знаем, что до конца года будет 20, а на следующий год будет 78-80 этих птиц. С другой стороны, мы уже видим, что российская авиация отходит, её отодвигают вглубь России. Да, да. Как вы характеризуете... Была большая подробная статья на эту тему вот буквально на днях в британской газете «Телеграф», «Дейли Телеграф», где было как раз сказано, что по сведениям независимых источников, в том числе, видимо, которые имеют информационную подпитку из западных спецслужб, Россия перебазировала свою авиацию вглубь территории страны для того, чтобы, это совершенно очевидно, чтобы обезопасить их и от возможных ударов с воздуха ракетами, которые будут, во всяком случае, могут размещаться на истребителях Ф-16 и в том числе ракетами более дальнего радиуса действия, такими, как Атакамс. И при этом надо понимать еще, что это, на мой взгляд, один из первых случаев, когда такого рода решения Россия принимает не в режиме реагирования, а в режиме утверждения. То есть, они там многому научились, надо отдать должное, что российские агрессоры тоже способны делать какие-то выводы из своего печального неудачного опыта и чему-то учиться. И мне кажется, что они это решение приняли в том числе потому, что боятся, вот сейчас пока не разрешают западные державы, предоставляемые им оружием в Украине наносить удары вглубь российской территории, а глядишь, завтра разрешат. И, кроме того, у России, простите, у Украины могут появиться собственные средства нанесения ударов вглубь территории, в том числе, вот я говорил в самом начале, что сейчас пока что Украина в силах только время от времени несколько дальнобойных тяжелых дронов отправлять туда для нанесения ударов по тем или иным важным военным или двойного назначения объектам на территории России, а глядишь, пройдет некоторое время, появится и в значительно более, в значительно большем количестве эти самые БПЛА, и кроме того, ну мы же знаем, об этом говорят и пишут, что украинские оборонщики разрабатывают собственные ракеты, в том числе модификации, вот я только что видел сообщение о том, что вместе с Румынией разрабатывается модификация вот этих вот ракет Нептун, которые, судя по всему, могут использоваться не только по водным, но и по наземным целям. И глядишь, пройдет время, и аэродромы, находившиеся раньше на расстоянии 50-100-150 километров от линии фронта, будут абсолютно уязвимы. Ну что, это хорошо на самом деле. Да, конечно же, опоздали. Опоздали западные союзники. Раньше нужно было давать разрешение наносить удары вот по этим самым объектам. Увы, опоздали, но... Евгений Алексеевич, не так много времени остается до конца эфира. Пара вопросов. Если можно коротко. Вот сейчас все почему-то стали говорить о поводу возможного референдума. Зеленский стал говорить о референдуме, клевисцет проводить или не проводить, спрашивать мнение украинского народа по поводу окончания войны, не спрашивать о перемирии, о прекращении огня, что угодно там может быть, мы ничего еще не понимаем. Но, я, кстати, это вспомним благодаря вам, потому что вы буквально за полчаса, за час до передачи мне сказали, что подождите, так в конституции Владимира Путина теперь международные договоры это ничто? Да, это, кстати, очень любопытная вещь. Евгений Севастьянов, с которым мы вот сегодня тоже беседовали, и эта беседа, вот мы ее записали, сейчас вот она, может быть, уже сейчас транслируется на моем канале, ее можно потом будет посмотреть в записи, хотя нет, вру, мы это не в эфире говорили, Евгений Вадимович просто мне сказал, что вот хорошая мысль, которую мы должны в дальнейшем подробно обсудить, потому что действительно в российские основные законы, в Конституцию, вот переписанную на пеньках, внесли поправки, которые гласят, что больше не имеет российское конституционное законодательство, принципа приоритета международных обязательств над внутренними законами страны, то есть там написано наоборот, если какой-нибудь международный закон, какой-нибудь договор или какая-нибудь декларация, соглашение противоречит Конституции страны, то Конституционный суд может постановить, что Россия не должна выполнять условия этого документа. Но любой условный договор с Путиным это бумажка. Это не какое-нибудь соглашение после всех этих долгих дипломатических маневров, а потом выйдет верный конституционный пес Владимира Путина, самый Зорькин, и гавкнет. Это тот самый, это я больше для украинских зрителей говорю, тот самый Зорькин, который еще в далеком 1993 году поддержал Рудского и Хазбулатова, когда они устроили мятеж, по сути дела, в Москве, пытаясь свергнуть Ельцина, что привело в итоге к знаменитым событиям, связанным с конфликтом между президентом и парламентом, и, увы, расстрелом парламента, о котором ведутся до сих пор ожесточенные споры. Вот тот самый Зорькин тогда уже попытался использовать свою власть как главы конституционного суда в политических интересах. Его отстранили, а потом он удивительным образом вернулся через 10 лет, по-моему, где-то уже в начале нулевых годов, и с тех пор цепной конституционный пёс верой и правдой служит Владимиру Путину. Вот он выйдет и скажет, ой, ребята, я тут посмотрел, нет-нет-нет-нет, никаких этих самых, никаких мирных соглашений, никаких там посредников, никаких там американцев, китайцев или тур, не-не-не-не-не. Ну, в общем, ничего этого это стоит ни копейки. Евгений Алексеевич, последний вопрос на сегодня. На ваш взгляд, YouTube полностью закроют в России? Не знаю. Может быть, и полностью, может быть, и нет. У меня такое ощущение, что сейчас пока что идёт, если угодно, тестирование. Мои знакомые, с которыми я ещё поддерживаю с некоторыми, связь в Москве говорят, что пока можно с помощью разного рода ухищрений, всяких VPN-ов преодолеть вот это самое, так называемое замедление. Но ведь что здесь важно? Примерно 90% пользователей YouTube, которых по разным оценкам 70-75 миллионов в России. То есть практически половина населения России и значительная часть большего, большая часть взрослого населения России. Вычитаем стариков и старух, которые едва ли этим чудом цивилизации пользуются, и уже им нет такой привычки и умения. Да и маленьких детей тоже вычитаем из этого количества и выясняется, что значительное большинство российских граждан используют YouTube, 90% из этих 70-75% используют его как средство развлечения. То есть они там смотрят развлекательные ролики, песни, музыку, смотрят какое-то там в значительном объеме выложенное старое кино. Но не будут теперь развлекаться. Ну вот я думаю, что там люди сейчас смотрят на реакцию людей, на реакцию общественности, не будет ли ропота, не будет ли недовольства. Все-таки это важный инструмент отвлечения граждан от разного рода неприятных реальностей сегодняшнего дня, в том числе войны, в том числе гибели людей на фронте, появление огромного количества коллег, инвалидов, людей, которые тронуты вот этим самым посттравматическим синдромом, рост преступности, рост инфляции, отдельная тема, мы ее с вами сегодня не коснулись, но инфляция растет до такой степени, что уже госпожа Набиулина со своими помощниками, заместителями и разного рода придворными экономистами уже криком кричит, что никак не мы не можем остановить инфляцию, вынуждены принимать вот эту самую ключевую учетную ставку, а это ведет еще чуть-чуть и экономика может остановиться, даже вот этот пресловутый якобы рост экономики, который просто связан с тем, что огромные деньги всаживают в оборонку и там действительно растет производство, действительно растут показатели выпуска продукции и прочее, 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 вот даже там рост этот в достаточной мере искусственный в целом положение экономическое в стране едва ли приведет к лучшему, а это значит, ну грубо говоря, чем выше эта ключевая ставка, а ключевая ставка это реакция на инфляцию, то есть как некоторые думают, что вот повышает ЦБ российский ключевую ставку и начинает расти инфляция, нет, растет инфляция, ЦБ вынужден эту самую ключевую ставку повышать, а иначе запустится спираль гиперинфляции в конечном счете, но повышение этой ставки ведет к тому, что кредиты становятся недоступными, все более, менее и менее доступными, и для физических лиц, для граждан, и для предпринимателей, особенно мелких и средних. Уже мне рассказывают, как трудно становится людям решиться взять кредит потребительский на те или иные нужды, и как часто уже в России вынуждены закрываться, не имея возможности получить кредитные средства на дальнейшее поддержание развития бизнеса, малые и средние предприятия. Так что будем смотреть. Бесплатных этих самых, как говорится, бесплатных завтраков не бывает. Ставим здесь трое точек. Друзья, большое спасибо, что вы были вместе с нами, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, на ютуб Евгения Киселева, на два ютуб-канала Дмитрия Гордона, оставайтесь как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой и кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. И будет больше, больше и больше день это дня. Игорь Алексеевич, спасибо большое.